Когда умирает однодневный младенец и древний дряхлый старец, есть ли какая-либо разница? Если человек умер «преждевременно», то он лишь немного не дожил до максимального возраста. Не стоит заблуждаться, полагая, что целью жизни является долголетие. Главным является качество жизни, как человек живет. Достиг ли он той жизни, которая является истинной в глазах Бога? То его «жизнь» уже не жизнь, но животное существование. С другой стороны, если человек даже в раннем возрасте отдал жизнь ради высоких целей, то он не умер, но продолжил существование, а в будущем мире он будет пребывать вечно. Вот почему мудрый человек, знающий Тору и понимающий Божьи пути, освобожден от страха. Он всегда готов пожертвовать жизнью ради освящения Божьего имени, причем именно для того, чтобы не умирать. Об этом мы читаем Мишли 3.21.26. Сын мой, да не отойдут они от Твоих глаз. Храни разумную мудрость и рассудительность. Так они будут жизнью для Твоей души и милостью для Твоей шеи. Тогда Ты будешь ходить любыми путями безопасно. Когда Ты ляжешь, Ты не должен бояться. Ты ляжешь, и Твой сон будет сладок. Не бойся ни внезапного ужаса, ни гибели нечестивых, когда она наступит. Ибо Господь будет Твоим прибежищем и будет хранить Твою ногу от ловушки. Конец цитаты. Дорогой друг, расширьте свой ум, чтобы вместить главный, хотя и суровый принцип Торы жизни. Земная жизнь — это лишь преддверие зала пиршеств будущего мира, лишь инструмент, при помощи которого Бог освещает мир и человека в нем, налагая на него ярмо неба. Поскольку истинная жизнь возможна только в будущем мире, мире истины, Бог иногда сокращает земную жизнь человека, чтобы достичь этой цели и преподать ему важный урок. Нередко безвременно уходят праведники, невинные и даже младенцы, а пребывающие среди нас глупцы и мертвецы, в кавычках, считают это доказательством отсутствия божественного в этом мире, в котором они видят лишь хаос и отсутствие смысла. Однако еще царь Давид сказал, Таилим 116.15, «Драгоценно в глазах Господа смерть его святых!» Этому вторят и наши мудрецы, Берешит 16.31. «Вот смерть хороша!» Другими словами, смерть очень хороша для праведника, который не боится ее, поскольку знает, что смерть – часть жизни. Более того, смерть знаменует начало истинной, счастливой, вечной жизни. Смерть хороша для того, кто понимает, жизни есть не что иное, как быстро проходящая тень, своеобразный короткий путь. Следовательно, чтобы преподать этому миру важные уроки, Бог еще больше сократил жизнь человека. В этом Бог являет не жестокость, но милосердие к миру и человеку, который получает возможность досрочно оказаться в мире истины и Божьего света. Когда Бог желает явить все свое величие, великолепие и справедливость, Он не делает уступок даже праведным. Он убил двух праведных сыновей Аарона – Надава и Авигу, причем сделал это в самый радостный и священный день – в день посвящения Мешкана. Несложно представить, сколько горя это причинило их отцу Аарону и матери Элишеве. В основном они согрешили тем, что в порыве радости и энтузиазма вошли в святая святых и разожгли чуждый огонь ради того лишь, чтобы прославить Бога и порадоваться о нем. Наши мудрецы сказали «Турат Куанин, Шамини, Мхилта де Милуин, 32». Сыновья Аарона взяли «Вайкра 10.1» комментарий. И они в своей радости, когда они увидели новый огонь, огонь не зашел от Господа и поглотил содержание алтаря. «И когда весь народ увидел это, они прославили Бога и упали на лица». Вайкра 9.24 «Они встали, чтобы добавить собственной любви, то есть добавить огня в виде дара Богу из любви к Нему. Брать – это всегда проявлять радость». Как сказано в Айкра 23.40 «О празднике Суккот» «Возьмите себе в первый день комментарий, поскольку в Суккот нужно радоваться, беря себе «Вот сыновья Аарона и взяли». Наши мудрецы продолжают «Вайкра раба 20.8» «Сыновья Аарона умерли по четырем причинам. Потому что вошли в святая святых, потому что совершили курение, когда это не было им предписано, из-за чуждого огня и потому что не посоветовались друг с другом». Конец цитаты. «Они действовали исключительно из энтузиазма, любви к Богу и желания приблизиться к Нему». Мы читаем в комментарии «Медраж Хагадол там же». «Они принесли чуждый огонь перед Господом». Вайкра 10.1 «Они увидели, каких отец входил с Моисеем и приносил курение. Когда они выходили, становилось видимым Божье присутствие, и с неба исходил огонь. Увидев это, они сказали, «Давай сделаем так же, чтобы огонь не зашел через нас». Конец цитаты. «Однако Бог всегда знал, что страх перед Ним – это самое лучшее, что может помочь и еврейскому народу, и каждому еврею в отдельности понять свою миссию и выполнить ее». На этом понятии возведено все здание Торы. Всякий, кто насмехается над страхом Бога, кто не боится Бога и не содрогается перед Ним, никогда не сможет принять Его ярмо и достичь требуемой им святости, любви и всех прочих угодных Богу качеств. Именно поэтому Бог предписал, как я уже объяснил, создать мешкан и храм. Они должны были стать для еврейского народа реальными, осязаемыми символами того идеального мира, который пожелал создать Бог. В свою очередь, святая святых служила земным вместилищем Божьего присутствия и славы. Без сомнения, приближаться к месту Божьей славы нужно с благоговейным страхом. Евреи должны были с почтением относиться сначала к мешкану, а позже к храму. С этой целью Бог повелел Коэном и Левитом охранять святилище, чтобы никто не подошел к нему слишком близко. Но Левитом и Коэном самим было запрещено приближаться к святая святы, страшному жилищу страшного Бога. Входить туда мог только один человек, Коэн Гадол, первосвященник, причем не чаще, чем один раз в год. Подобное почтительное отношение к святилищу наглядно символизировало, насколько велик страх Бога, без которого человек не способен исполнить свой долг, освящение Божьего имени и принятие ярма неба. Бог повелел колену Леви в пустыне следить за тем, чтобы к мешкану относились с должным почтением. «Назначь левитов над мешканом и всеми его принадлежностями. Они будут жить вокруг мешкана. Перед походом левиты будут разбирать его, и когда его нужно возвести, они будут собирать его. Всякий, кто подойдет без разрешения, умрет». Ибн Эзра комментирует там же стих 53 «Никто из собрания Израиля не должен подходить близко к мешкану, чтобы не умереть». Это значение стиха «Чтобы не было гнева на собрание» там же, как «Когда Оза коснулся ковчега» 2 Шмуэля 6.7. В Бамидбар 3.7 говорится, «Они будут охранять мешкан и все собрание до шатра собраний. Они будут выполнять служение при мешкане». Мудрецы комментируют. Бамидбар-раба 1.12. «Я мог бы подумать, что служение при храме это заповедь для левитов, но разрешенная для израильтян. Следовательно, говорится, «Всякий, кто подойдет близко без разрешения, умрет». Бамидбар 3.10. «Коэнам также было предписано охранять мешкан и защищать общину Израиля. Тебе и твоим сыновьям доверено твое священство, так что твое служение будет включать все, что имеет отношение к жертвеннику и всему, что за завесой. Всякий, кто подойдет близко без разрешения, умрет». Бамидбар 18.7. Таргум Йонатан так переводит эту фразу. Бамидбар 1.51. «Всякий, не посвященный, кто подойдет близко, будет убит огнем от Бога». Конец цитаты. С помощью святого ковчега Бог ясно показал, насколько глубоким должно быть почтение к скинии. Ковчег мог убить сынов Киата, назначенных для присмотра за ним. Мы читаем. «Господь сказал Моисею и Аарону, не истребляйте племя семей Киата и левитов, но сделайте им так, чтобы они жили и не умерли, когда подходят к самому святому. Аарон и его сыновья должны пойти и назначить каждому из них служение и ношение. Тогда не случится так, что сыны Киата придут и увидят, как собирают священные принадлежности и умрут». Бамидбар 4.17-20. «Наши мудрецы говорят, Иерусалимский Талмуд, Бекурим 2.1. Была сделана поправка, чтобы их глаза не смотрели на святая святых. В другом месте Танхума, Бамидбар 22. «Не истребляй племя, когда Танах говорит, не обкрадывай бедного, потому что он беден, Мишли 22.22. Имеется в виду колено Леви. Однако были ли они бедны? Они были бедны числом. Почему? Потому что Ковчег мог их убить. Следовательно, Бог повелел Моше «Не истребляй колено семей сынов Кегата». Конец цитаты. В Бамидбар-Раба 5.9 сказано «Хотели бы вы узнать, как могли умереть потомки Кегата?» Писание говорит «Тогда сыны Кегата не придут и не увидят, как собирают священные принадлежности, и не умрут». Здесь говорится о том, что когда они несли ковчег в походе, они могли сдвинуть порохет, занавес, скрывающий святая святых, и их глаза увидели бы Ковчег. Действительно, именно это и произошло с жителями Бетшемеша, когда филистимляне возвратили захваченный Ковчег Бога. Он поразил мужчин Бетшемеша, потому что они смотрели на Ковчег Господа. Он поразил из народа семьдесят мужчин, пятьдесят тысяч мужчин, семьдесят мужчин, каждый из которых равнялся пятидесяти тысячам, сота тридцать пять бет. Мужчины Бетшемеша сказали, «Кто может устоять перед Господом, этим святым Богом?» 1 Шмуэля 6, 19, 20. Это произошло после того, как они не проявили к ковчегу должного почтения и стали смотреть на него. Согласно переводу Таргум Йонатан, они смотрели на ковчег Бога, когда он был открыт. По словам наших мудрецов, сота тридцать пять алиф, во время жатвы они склонялись, другими словами, они не прекратили работать и заодно поклонились. Однако, лишь серьезно пострадав, они убоялись Бога и стали почтительны к Нему. Здесь мы видим два принципа. Во-первых, тяжелый удар способен вселить в людей страх Бога. Во-вторых, имелась насущная потребность в левитах, которые могли бы охранять мешкан от подобных инцидентов. Только левиты могли собирать и разбирать мешкан и совершать прочие работы. Другим евреям это было запрещено. Наши мудрецы говорят, Бамидбар-раба там же. Тогда сыны Кегата не придут и не увидят, как собирают священные принадлежности и не умрут. Бамидбар 4, дробь 20. Если бы они увидели, как собирают ковчег даже на кратчайший срок, они бы мгновенно умерли. В качестве доказательства Бог убил мужчин Бейтшемеша только потому, что они посмотрели на ковчег. Конец цитаты. Страх Бога настолько велик, что Бог сохранил для нас наглядный пример, инцидент, дабы мы не забыли, за неуважение к ковчегу Бог может убить даже евреев. Бамидбар Раба там же показывает, насколько тесна взаимосвязь между страхом Бога и почтением к мешкану и храму. Бог сказал, как я удостоил великой чести потомков Кегата, потому что они чтили меня и предупредил их, чтобы они спаслись от смерти, так я чту и всякого, кто боится меня, и не уничтожаю его имя из мира. Конец цитаты. Это довольно справедливо. Тот, кто боится Бога, должен внимательно следить, чтобы не войти вместо его страха. Поэтому неудивительно, что входить в место запрещенное для остальных евреев было разрешено именно тем, кто боялся Бога. Левиты были избраны для этой задачи по той причине, что они боялись Бога в полном смысле этого слова. Вспомним, что еще в Египте они отказались служить идолам. Более того, они были готовы жертвовать жизнью ради освящения Божьего имени, когда в ситуации с золотым тельцом не побоялись убить собственных родственников. Как сказал левитам Моше, сегодня вы были посвящены Господу. Действительно, их переполнял страх Бога и рвение по его имени. Вот о чем мы читаем в Бемидбар Раба 1.12. Назнач левитов Бемидбар 1.50. Всякого кто приближает меня я привлеку к себе. Они пришли ко мне, как сказано Шмот 23.26. Моше сказал, кто на стороне Господа пусть придет ко мне, и все сыны леви собрались к нему. Они приблизили меня, и я приближу их. Левиты будут моими. Бемидбар 3.12. Более того, поскольку они доказали свою преданность мне, выполнив мое предписание, ты не должен иметь других богов передо мной, Шмот 20.3, то они достойны стать верными членами моего дома. Назнач левитов, также сказано Таилим 101.6. Мои глаза на верных земли, чтобы они могли жить со мной. Конец цитаты. Мы находим, что когда кто-либо посвящает себя заповеди, Бог любит его вечно. Так Йошуа бин Нун посвятил себя уничтожению Амалека, ведя себя в полном соответствии с заповедью Бога. Так же и его колено Леви. Я исследовал и нашел, что они невиновны в дропоклонстве, и они пожертвовали собой ради освящения моего имени. Пусть каждый муж положит меч на бедро, и сыны Леви поступили по слову Моше, шмот 32 дробь 27 28 Который сказал о своем отце и матери, я не вижу их, дворим 33 дробь смотри Раши, и так я приближаю их к себе и делаю их детьми моего дворца, я доверяю им мою святость и служение моего дома, конец цитаты по этой же причине сыны Леви также получили назначение и в храме в Медраж Леках Тов мы читаем о стихе Бемидбар 1 дробь 50 они будут носить мешкан в пустыне и служить в нем в земле Израиля конец цитаты случай с Надавом и Авигу служит для нас вечным напоминанием и прецедентом чтобы мы всегда имели почтение перед святилищем и страх перед Богом Он также объясняет почему в Танахе сообщение о назначении левитов при Скинии следует за стихом Бемидбар 3 дробь 4 Надав и Авигу умерли перед Господом принеся чуждый огонь перед ним конец цитаты в Бемидбар раба 5 дробь 4 сказано Господь сказал Моше и Аарону Бемидбар 4 дробь 1 Раби Леви сказал почему здесь упоминается Аарон Стих намекает на сынов Кегата что они не должны вести себя легкомысленно входя в хранилище ковчега они должны знать на примере сыновей Аарона поскольку сыновья Аарона вошли в святая святых без разрешения огонь сошел от Господа и поглотил их Вайкра 10 дробь 2 Сыны Кегата должны быть внимательны чтобы их не постигла та же участь Конец цитаты Другими словами в стихе Бемидбар 3 дробь 4 сообщается причина их смерти они умерли только потому что принесли чуждый огонь в святая святых место перед которым они должны были испытывать страх и не входить в него устранив их из мира Бог оставил для нас вечное напоминание насколько пагубно может быть неуважение к Нему это увидел весь народ и исполнился страхом наши мудрецы говорят Медраж Агадол Вайкра 10 дробь 2 они умерли перед Господом Иси бен Иуда сказал смерть сыновей Аарона наступила только ради освящения Божьего имени а также чтобы лишить человечества любого повода заявить что Божье присутствие покоится не на шатре собрания а на окружающем облаке поскольку надав Иавиу вошли невредимыми это как царь который построил прекрасный дворец и поставил престол член королевского двора вошел возложил корону царя себе на голову и сел на престол царь сказал если я сдержу свой гнев в этом случае весь мой двор сделает то же что этот человек и моя слава уменьшится он немедленно послал за палачом который отрубил нарушителю голову и все исполнили страхом если так происходит с близкими царя то насколько же больше с далекими от него точно так же когда надав и авиу вошли в святая святых бог сказал если я замедлю пролить на них свой гнев каждый еврей сделает то же самое и моя слава уменьшится надав и авигу и сотня им подобных должны умереть чтобы моя слава не пострадала даже на мгновение если это так с близкими бога то насколько же больше с далекими от него о них и других подобных им говорится Иов 34 дробь 19 он не являет князьям расположения и не предпочитает богатых бедным они все дело его рук конец цитаты дорогой читатель давайте осознаем огромную важность страха бога как уже говорилось выше бог иногда забирает человека преждевременно с целью показать огромную важность освещения его имени однако в этом вовсе нет жестокости с одной стороны жизнь на этой земле коротка мимолетна и далеко не вечно если человек умирает молодым то сколько бы горя это не принесло его родственникам и друзьям по сути он всего лишь покидает землю на несколько лет раньше положенного срока с другой стороны когда бог забирает человека с целью преподать его народу современникам и всему миру урок освещения божьего имени то такой человек за счет этого возвеличивается мудрецы говорят воикра раба 2 дробь 1 10 вещей названы драгоценными откуда мы знаем что смерть святых среди них сказано драгоценна в глазах господа смерть его святых таилим 116 дробь 15 вот почему те кто умер для освещения имени бога драгоценны как сами так и их смерть бог сильно огорчился когда ему пришлось убить праведных надава и авигу бамидбар раба 2 дробь 23 надав и авигу умерли перед господом бамидбар 3 дробь 4 то что тора упоминает их смерть несколько раз показывает что бог скорбел поскольку сыновья аарона были дороги ему также сказано я буду освещен через тех кто близок ко мне вайкра 10 дробь 3 вайкра раба 20 дробь 10 говорит смерть надава и авигу для бога была вдвойне тяжелей чем для их отца араби элезер хамудай сказал сифри пинхас 137 посмотрите как дороги праведные перед богом когда тора упоминает их смерть она также упоминает и грех который привел их к смерти почему она затрудняет себя объяснением чтобы лишить человечества повод сказать что праведные умерли потому что в тайне поступали плохо так в четырех местах она упоминает смерть сыновей аарона и в каждом она упоминает их грех чтобы дать понять что они не сделали никакого греха кроме этого конец цитаты важно понять что во всех четырех местах когда бог говорит о грехе надава и авиу речь идет о чуждом огне принесенном ими в святая святых именно в этом они и согрешили что видно по приведенным источникам как же тогда понимать стих во икра раба двенадцать дробь десять бог повелел аарону во икра десять дробь девять не пей вина и любого другого дурманящего напитка из чего следует что они умерли только из-за вина и о чем говорит следующий отрывок сыновья аарона не умерли пока не стали учить галаке в присутствии своего наставника муше что они объясняли мы читаем сыновья первосвященника аарона возложили огонь на алтарь в икра один дробь семь и они рассудили хотя огонь не зашел с неба заповедь также требует принести и немного обычного огня ирувин 63 алиф об этом же пишет и приводившийся выше медраж они не посоветовали друг с другом они и не искали совета у муше и даже не поговорили друг с другом о серьезности задуманного дело в том что все прочие грехи которые они совершили связаны с главным входом в святая святых для возжигания чуждого огня все что они сделали они сделали в минутном порыве энтузиазма они вдруг решили что могут находиться среди тех кому разрешено входить в святое жилище бога это был радостный день подобный дню сотворения неба и земли мгила 10 бет они выпили вина чтобы осветить божье имя возвыситься в святости и усилить радость момента вино радует человека таилим 104 дробь 15 когда они увидели как с неба нисходит огонь они воодушевились и последовали собственной галахе они решили что заповедь требует принести также и обычный огонь так они решили подчеркнуть связь между святостью бога и человека их проступок коренился в желании войти в святая святых вступить в общение с богом и принести курение которое было бы им принято медраж агадол говорит по этому поводу шмини 10 дробь 1 они увидели каких отец аарон входит с моше и возносит курение и как они выходят божественное присутствие было видимо с неба не зашел огонь и они сказали давай сделаем то же чтобы огонь спустился через наши действия конец цитаты в итоге главной причиной смерти юношей стало то что они вошли в святая святых для возжигания чуждого огня все остальное стало лишь следствием этого желания хотя надав и авиу были праведными и хотели лишь приблизиться к богу в итоге они преуменьшили славу бога и почтение израиля к нему бог решил воспользоваться надавом и авигу чтобы дать вечный пример напоминание о том насколько важно почитать храм проявляя тем самым страх божий вот что имел ввиду бог когда сказал я свящусь через тех кто близок ко мне и так буду прославлен перед всеми людьми а рон сохранял молчание вайкра 10 дробь 3 мудрецы комментируют этот стих так зевахим 115 бет как сказано шмот 29 дробь 43 там я буду общаться с детьми израиля и святилище будет освящено моей славой бихводи читай не бихводи а бимехубадай через моих почитаемых бог сказал этому ше что он посвятит скинию осветив свое собственное имя через своих почитаемых но муше не объявил об этом пока не погибли сыновья аарона тогда он сказал аарону аарон брат мой твои сыновья умерли только ради освящения божьего имени чтобы дать знать что бог вершит суровое правосудие над своими близкими раши конец цитаты когда аарон понял что его сыновья были близки богу он промолчал и был вознагражден бог сказал муше что собирается посвятить мешкан путем освящения своего имени то есть через почитание храма научить народ богобоязненности и дать ему понять что бог вершит суровое правосудие над теми кто имеет такую богобоязненность как сказано в Таилим 68 дробь 36 о боже ты велик в твоих священных местах конец цитаты при откровении у Синая бог увидел что необходимо усилить богобоязненность народа тогда же имело место правонарушение под влиянием минутного возбуждения бог сказал шмот 19 дробь 21 22 спустись и предупреди людей что они не должны пересекать границу чтобы посмотреть на господа иначе многие из них умрут и пусть также коэны приходящие к господу осветят себя иначе господь пошлет уничтожение на них конец цитаты мхилта и тро месехта дебаходэш параша 4 содержит комментарий иначе они боятся смотреть также у Синая господь предусмотрел конкретный символ божьего страха им стала сама гора Синай святое место которое люди должны были чтить тем не менее дальше мы читаем шмот 24 дробь 10 11 надав авигу и 70 старейшин увидели бога Израиля но вождей сыновей Израиля он не поразил они видели бога и ели и пили раби танхум пишет во икра раба 20 дробь 10 отсюда мы узнаем что они отрастили длинные волосы вели себя непристойно и смотрели на божественное присутствие в другом месте там же вождей он не поразил отсюда мы узнаем что они заслужили поражение медраж гагадол там же бог сказал в день радости торы будет ли скорбь я подожду пока не будет возведен шатер собрания в тот день бог убил надава и авигу и старейшины погибли в огне конец цитаты примечательно что те кто приступил границу у горы Синай были приговорены немедленно однако бог отсрочил наказание чтобы посвятить мешкан он должен был стать символом высшей чистоты праведности и святости божьего имени в другом случае почтение к святилищу также послужило укреплению богобоязненности тогда храм престол божественного присутствия стал вечным символом высшей святости рамбам писал бейдхабхира 7 дробь 1 существует предписывающая заповедь почитать святилище как сказано в икра 19 дробь 30 почитай мое святилище однако мы почитаем не святилище но того кто заповедал почитать его конец цитаты этот источник основан на Талмуде Евамот 6 алев 6 бет храни мои субботы и почитай мое святилище хранение связано с субботой а почтение со святилищем как мы почитаем не субботу но того кто заповедал нам это также мы почитаем не святилище но того кто приказал нам это что включается в почтение святилище нельзя входить в храм с посохом обувью поясом даже для денег и пыльными ногами равно как использовать для сокращения пути и уж тем более плевать в нем конец цитаты помимо почтения как такового которое должен иметь каждый есть и более конкретные ограничения для разных групп посетителей храма израильтяне делятся на чистых и нечистых причем выделяется несколько типов нечистоты если это рядовой коэн то он не должен иметь физических недостатков носить длинные волосы и рваную одежду на первосвященника который ежегодно входит в святая святых накладываются дополнительные ограничения эти ограничения подразумевают степень святости поэтому когда человек пренебрегает ими при входе в храм он показывает недостаток богобоязненности степени святости как бы помогают человеку испытать должный страх перед богом рамбам пишет там же 7 дробь тире 22 храмовая гора более свята чем Иерусалим потому что мужчинам и женщинам с излияниями женщинам с менструацией и только после родов входить запрещено труп можно приносить на храмовую гору и очевидно без слов что входить в нее могут и люди имевшие контакт с трупом между тем цитадель еще более свята ибо не евреи люди имевшие контакт с трупом либо с женщиной нечистой через менструацию не могут входить но женский зал еще более свят ибо никто омывшийся в тот день не может войти этот запрет имеет раввинское происхождение поскольку с точки зрения закона торы такой человек может войти даже в стан левитов если человек нечистый от контакта с трупом вошел в женский зал это не требует искупительной жертвы зал Исраэль еще более свят ибо человек омывшийся от нечистоты но еще не принесший жертву не может войти нечистый человек вошедший туда подвергается карет отсечению галерея куэнов еще более свята ибо израильтяне не могут входить кроме случаев когда им требуется возложение рук воекра 1 дробь 4 искупление закалывание или помахивание там же 14 дробь 12 пространство между залом и алтарем еще более свято ибо все у кого есть увечья неостриженные волосы или порванная одежда не могут войти святилище еще более свято ибо только тот кто омыл руки и ноги может войти святая святых еще более свята ибо никто не может войти кроме первосвященника во время службы Йом-Кипур конец цитаты из всего этого можно заключить что Бог дал нам жизнь ради определенной цели и создал человека чтобы он исполнил эту цель принес в мир святость чистоту скромность и страх неба и принятие Божьего ярма раз это так то иногда Бог может также удалять кого-то с этой земли чтобы преподать определенный урок не стоит горевать по не стоит горевать по ушедшему человеку лучше как Аарон молчаливо принять приговор нужно преодолеть естественную скорь по умершему и возрадоваться о возвышенной участи его души мудрецы учат Завахим 115 Царь Давид сказал Таилин 37 дробь 7 Будь молчалив перед Господом Жди терпеливо Хитхолел Его Даже если он потребует много мертвых Халалим Будь молчалив Царь Шлумо сказал Коэлит 3 дробь 7 Есть время молчать и есть время говорить Иногда человек молчит и получает награду за молчание Иногда он говорит и получает награду за речь Это согласуется со словами Раби Хии Бараб сказавшим от имени Раби Йоханана Что имеется в виду в словах «О Боже Ты страшен в Твоих святых местах» Миг Дашеха Таилин 68 дробь 36 «Читай не Твои святые места а Твои освященные места Мекуда Шеха Когда Бог наказывает своих святых Он почитаем обожаем и превознесен Конец цитаты Святые Божьи также почитаются и превозносятся Ведь умерев в земной жизни они закончили свой путь на этой грешной земле облегшись в святость и ярмо неба Нет участи более великой чем это нет более возвышенного способа покинуть эту землю Именно по этой же причине Бог внуждает людей страдать и скорбеть ради их же блага это Он хочет преподать им урок Так сказал Бог человеку Сын начиная с дня когда я поместил тебя на земле делай добрые дела и изучай Тору Храни себя от грабежа греха и недостойных дел Так говорится В день процветания радуйся и в день бедствия размышляй Коэлит 7 дробь Бог продолжает Размышляй об этом потому что из-за твоих дел ты вынужден страдать ибо страдание постигает человека ради его собственного блага чтобы очистить его от всякого греха Илья Ураба 13 В Брахот 5 Алиф содержится длинное рассуждение на тему страданий Рава а некоторые ученики считают что Раби Хизда сказал если человек чувствует близкое страдание он должен исследовать свои дела Исследуем и испытаем наши пути и вернемся к Господу Плач Ирмияху 3 дробь 40 Если он исследовал и не нашел греха он должен приписать это недостаточному изучению Торы Счастлив человек которого ты заставляешь страдать обучая его твоей Торе Таилим 94 дробь 12 Если он по-прежнему ничего не находит тогда страдание очевидно является действием любви Бога то есть чтобы он со временем получил большее вознаграждение того кого Господь любит он наказывает Мишлей 3 дробь Конец цитаты Рава сказал от имени Раби Сихоры который сказал от имени Раби Хуны Цитата Кого Господь находит приятным того он угнетает болезнью Ишаяву 53 дробь 10 Я мог бы подумать что человек получает награду за такое страдание даже если он не принимает его с любовью следовательно говорится если его душа отдаст себя в искупление там же как искупление должно быть предоставлено с желанием так же и страдание должно быть принято с желанием цитата если он примет его с любовью то в чем его награда он увидит потомство и продлит свои дни там же более того он будет помнить свое обучение торы предназначение Господа будет процветать в его руке там же раби Яков бар Идии и раби Аха бар Ханина спорили об этом один говорил что страдание от Бога представляет собой акт любви пока не приводит к пренебрежению изучением торы счастлив человек которого ты заставляешь страдать уча его твоей торе Таилим 94 дробь второй говорил что оно представляет акт любви пока не приводит к пренебрежению молитвой да благословится Бог который не удалил от меня ни мою молитву ни свое милосердие там же 66 дробь тогда раби Абба сын раби Хи бар Аббы сообщил им слова раби Хи бар Аббы от имени раби Йоханана оба вида представляют божьи акты любви как сказано кого Господь любит того он наказывает Мишли 3 дробь тогда что мы узнаем из стиха счастлив человек которого ты заставляешь страдать уча его твоей торе читай не уча его теламдено но учи нас теламде ину учи нас этому из твоей торы на примере закона о глазе и зубе раба если раб освобождается когда его хозяин выбивает один из его зубов или глаз который составляет одну часть тела то насколько же больше страдания ощущающее все тело также освобождает его на эту мысль обратил внимание раби Шимон бен лакиш который сказал завет упомянут вместе с солью как во фразе не оставляй соль завета во икра 2 дробь 13 и страданием как во фразе это слово завета дворим 23 дробь 69 в конце раздела тохэха как в первом случае соль очищает мясо от крови так и во втором случае страдание очищает человека от всех грехов конец цитаты мы узнали что раби Шимон бар-йохай сказал бог дал Израилю три отличных подарка и все он дал через страдания тору землю Израиля и будущий мир откуда мы знаем что тора среди них сказано счастлив человек которого ты заставляешь страдать уча его твоей торе о земле Израиля сказано как человек наказывает своего сына так и Господь наказывает тебя Господь твой Бог ведет тебя в добрую землю дворим 8 дробь 5 7 о будущем мире сказано заповедь это лампа тора свет а путь к жизни через нравственное наказание Мишли 6 дробь 23 следующие слова были сказаны при рабе Йоханане Тому кто изучает тору делает добрые дела и хоронит своих сыновей будут прощены все грехи рабе Йоханан ответил откуда мы знаем что этот случай затрагивает тех кто хоронит своих сыновей тот пожилой мудрец ссылался на раби Шимона Бен Йо на раби Шимона Бар Йохая мы узнаем это из общепринятого употребления слова овон грех в одном месте говорится через доброту и истину грех овон будет прощен Мишли 16 дробь 6 а в другом он взойдет за грех овон отцов через утробу их детей Ирмиягу 32 дробь 18 конец цитаты рабе Йоханан сказал мор и бездетность не являются актами любви Бога при каких условиях последнее не считается тем же идет ли речь о том что у человека были дети которые умерли разве раби Йоханан не сказал вот кость десятого ребенка умершего в качестве акта Божьей любви нет но когда у человека умирают дети это считается актом любви Бога если у человека вообще никогда не было детей это не акт любви Бога конец цитаты есть две причины почему Бог заставляет человека страдать ради его же блага во-первых страдание искупает грех подобно тому как страдание на земле освобождает человека от страдания на небе во-вторых если принимать страдание благодарно как ярмо Бога то это возвеличивает душу человека страждущий учится тому насколько он слаб и смирен он освобождается от высокомерия и эгоизма поскольку теперь его спасение полностью зависит от неба поскольку цель земной жизни человека достичь смирения и освободиться от злой надменности только за счет страдания можно достичь духовного возвышения более того только пострадав сам человек может понять страдания других научиться сопереживать больным и неимущим чем больше человек страдает тем скорее он избавится от высокомерия именно по этой причине а также для наказания за грехи Бог иногда наказывает детей грешника нет более трагичного наказания если бы человек знал заранее что Бог может наказать его через его детей он приложил бы все усилия чтобы не грешить смерть младенца не приносит ему страданий ведь покинув этот мир он оказывается в мире гораздо лучшим кто скорбит так это его нечестивые родители они должны понять что страдают за собственные грехи страдание служит искуплением оно возвращает их на истинный путь и напоминает что есть судья судящий человека за его поступки мир не предоставлен самому себе в наши дни чужой культуре удалось превратить религию в абсурд мало того что пышным цветом расцвела дерись так нечестивые люди изобрели лицемерный подход внешне отдавая должное высшей силе они на деле создают ее по собственному образу и подобию так как им хочется бог созданный по их образу предельно снисходителен он не требует исключительной преданности и не карает за проступки он настолько терпим что смешивает великое с низменным добро со злом свет с тьмой горькое со сладким понятие греха и наказания практически прекратили существование представление о грехе в кавычках стало высшей мере спорным поскольку грешники подняли знамя свободы самовыражения желая выражать что угодно с точки зрения поборников этой культуры божественное возмездие это фанатичное экстремистское радикальное и жестокое понятие когда таких людей постигает несчастье у них не возникает ни малейшего желания как следует обдумать и взвесить свои поступки за такие ложные взгляды этих людей постигает то самое божественное возмездие которое они отрицают мысли бога не мысли человека грядет огненный потоп гнев и месть бога более того в ситуации когда свое ярмо отринуло целое поколение в мире воцарился хаос и анархия от царства бога стало предметом презрения на арену выходит ангел разрушитель тогда святые будут удалены из мира по двум причинам для искупления грехов мира и чтобы они не увидели последствий наказания в том случае если приговор миру уже вынесен если же в мире нет святых то их место занимают маленькие дети шаббат 33 бет когда в поколении есть святые они наказываются за это поколение в противном случае наказываются маленькие дети конец цитаты в другом в другом месте танхума корах 3 говорится как велик грех раздора небесный суд наказывает только тех кому 20 лет и больше а земные суды наказывают тех кому 13 и больше но в заговоре короха однодневные младенцы были сожжены и проглочены пропастью конец цитаты в таком же ключе наши мудрецы комментируют стих дворин 32 дробь 19 господь увидел и вознегодовал на поступки своих сыновей и дочерей они пишут в поколении чьи родители оскорбляют бога он гневается на их сыновей и дочерей и они умирают молодыми кто вот 8 б горе поколению которое не только избирает зло и сбрасывает ярмо бога но и презирает наказание за это не желая осознать последствия своих поступков сколько бы они не осуждали божественное правосудие им это не поможет бог уже вынес таким людям предупреждение дворин 30 дробь 15 вот я сегодня положил перед вами жизнь и добро смерть и зло в этом стихе речь идет о двух парах понятий связанных друг с другом если человек изберет добро то он наследует жизнь иными словами добрый человек будет считаться живым тогда как грешник мертвым причем уже при жизни он не избежит возмездия и страданий из всего сказанного очевидно что если человек исполняет свой долг перед богом он будет жить вечно как на земле так и на небе с другой стороны грешник забывший о своем долге уже мертв и в земной жизни и тем более в будущем мире глубокое осознание этой мысли навсегда освободит человека от депрессии и страха перед смертью или страданием мудрецы говорят шмот раба 41 дробь 9 скрижали были делом бога вырезанные хорут на скрижалях шмот 32 дробь 16 что означает хорут раби иуда говорит читай не хорут вырезанные но херут свобода свобода от изгнания раби нехемия говорит свобода от ангела смерти раввины говорят свобода от страдания конец цитаты эта мысль несколько сложна для понимания тем более что в авадазара 5 алиф мы читаем было невозможно отменить ангела смерти поскольку приговор уже был вынесен адаму конец цитаты однако я убежден в том что речь идет о следующем кто принимает и исполняет тору всегда называется живым как в этой жизни так и после смерти более того он освобождается от страха перед смертью и страданиями он заслужил истинную свободу тогда как удел грешника лишь скоротечная земная жизнь страдания которые он претерпевает разрушает его а страшная перспектива смерти омрачает всю его жизнь дорогой друг постарайтесь проникнуться важностью сказанного соблюдая тору исполняя заповеди и принимая ярмо небо человек не только будет счастлив в этой жизни но и научится управлять страхом перед смертью и страданиями смерть перестанет страшить его с одной стороны такой человек понимает что эта скоротечная жизнь лишь пустота в сравнении с вечностью на небе с другой стороны он полностью убежден что богоугодная жизнь и исполнение своего долга приведет его к вечности об этом говорит Танхума Ваехи 4 Авраам просил смерти я бездетен берешит 15 дробь 2 тогда Бог сказал ты отойдешь к твоим отцам в мире там же стих 15 Ицхак просил смерти я благословлю тебя в присутствии Господа перед своей смертью берешит 27 дробь 7 тогда написано Ицхак испустил дух и умер там же 35 дробь 29 я оков просил смерти теперь я могу умереть там же 46 дробь 30 конец цитаты конечно дело не в том что патриархи хотели умереть и в этих стихах говорится не об этом с одной стороны они понимали всю пустоту этого мира однако при этом не забывали и о своем долге недолговечности земной жизни и награде и славе будущего мира вот она великая настоящая победа праведных над ангелом смерти они продолжают жить смерть не может удержать их ни здесь на земле ни в будущем мире вот почему Бог повелел что человек должен всегда сохранять радость ибо только сохраняя радость можно служить Богу надлежащим образом Таилим 100 дробь 2 служите Господу с радостью придите пред Его присутствие с песней конец цитаты гостей отказа хочу дробь только